шаббат шалом слава богу аллилуйя субботний мир святой вечер субботы завершение субботнего дня да и я вот включаюсь снова прямом эфире из города киева с нашей киевской архиепископии реформаторской православной церкви христа спасителя завершаем в молитве субботний день господний спасибо тебе боже за этот чудесный день спасибо тебе за милость и благодать твои спасибо за то что действительно боже в этом временном потоке чудесном потоке времени в этом действительно творение твоем ты великий бог наш аллилуйя ты создал господь боже как некую печать от некий памятник себе самому творцу в творении своем аллилуйя спасибо тебе господь спасибо тебе господь спасибо благодарю тебя господь аллилуйя 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 аминь аминь братья и сестры добрый вечер всем приветствую всех вас во имя господня во имя иисуса христа благословляю всех вас аллилуйя аллилуйя благословляю во имя иисуса христа слава богу слава богу вот и сегодня завершение субботнего дня вот и уже начало до завершается день субботний догорают шаббатные свечи вот произносится последние молитвы завершающегося дня господнего и начинается уже наша труд новая трудовая неделя начинается новая неделя в гражданском календаре с понедельника а в церковном в библейском календаре в еврейском календаре начинается неделя с воскресенья даже точнее сказать субботы вечера суббота вечера уже начало воскресного дня и даже кстати традиция это и в православии укоренилась с поком веков еще и уже любой храм если вы зайдете вот то вы увидите что в субботу вечером поются уже песнопение воскресного дня одно из самых красивейших этих песнопений мне очень нравится воскресение христово видевший я часто его исполняю это песнопение часто пою его в церквях и у нас в церкви и в гостях когда бываю когда бываю в наслужениях в разных конфессиях разных динаминациях пою это песнопение аллилуйя и смысл его именно в том что каждый верующий да каждый христианин является свидетелем воскресения иисуса христа из мертвых и свидетельством воскресшего господа нашего иисуса христа аллилуйя воскресение христово видевши поклонимся святому господу иисусу единому безгрешно тебе мы поклоняемся христос и святое воскресение твое прославляем ибо ты бог наш кроме тебя иного не знаем имя твое прославляем придите все верные поклонимся святому христову воскресенью ибо пришла через крест радость всему миру всегда прославляя имя господа поем о воскресенье его распятие распятие претерпев он смертью смерть победил воскрес иисус из мертвых как он и предсказал подавляет подавляет жизнь вечную по великой своей милости иисус иисус спир что отдал самого себя за нас сына своего единородного на крест на голгофу духом святым вознес дабы всякий верующий в тебя не погиб но имел жизнь вечную бесконечную счастливую пресчастливую благословен ты спаситель наш целитель наш освободитель наш и ни в ком другом нет спасения для нас ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым одвижало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава иисусу христу навеки слава богу святому иишуа машех иисус христос спаситель наш господь наш целитель и освободитель брат наш и друг наш аллилуйя 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 спасибо тебе господь спасибо тебе благодарю тебя господь за это красивое завершение благословенное завершение этого дня твоего шабата субботнего дня благодарю тебя что из недели в неделю каждую субботу боже ты даешь господь действительно всему человечеству эту уникальную возможность окунуться в безбрежный океан твоей любви покоиться в тебе ты наш покой господь ты наш шаббат ты господин шаббата создавший его для человека во имя человека и ради человека во славу свою господь во славу твоего святого имени благодарю тебя боже всебогущий за учешителя духа святаго твоего благодарю тебя слава тебе и хвала аллилуйя аминь братья и сестры и даже заставка для этого видео на ютубе я взял картинку где ваш покорный слуга и на фоне преображения господнего преображения Иисуса вот и преображение оно происходило на глазах у учеников их было трое и трое было преображенных да конечно это было думаю удивительная картина потрясающая картина и петр даже проснувшись он даже не знал что сказать на это все он сказал хорошо нам здесь быть вообще и он сказал что построим три кущи одну тебе другую моисею значит да или интересно так вот то есть скорее всего это событие было не сейчас не в это время года то есть не не летом а скорее всего оно происходило осенью уже это событие преображение потому что петр проснувшись первое у него что пришло в голову кущи построить ну для еврея кущи строить актуально как раз осенью да праздник так и есть так и называется наш праздник библейский праздник господний праздник поставление кущей или же суккот буквально да суккат кущей вот в этом году тоже будем делать суккот будем праздновать осенью вот и череда осенних праздников нам предстоит вот лето завершается подходит к концу постепенно вот и слава богу слава тебе господь слава тебе господь спасибо тебе боже всемогущий и преображение да в жизни иисуса земной жизни иисуса христа оно описано в евангелиях апостолы видели это и петр даже в своем послании потом уже вот как бы снова вспоминает об этом завтра будем об этом тоже размышлять да на соборе читать если вы в киеве будете завтра то добро пожаловать на собор вот собрание духа святаго в духе святом соберемся давайте друзья даже если физически не можете быть в киеве то уже в божьем духе в духе святом присоединяйтесь слава богу аллилуйя с 9 утра завтра ну завтра в 6 утра сделаю тоже трансляцию с утренней молитвы здесь в нашей киевской архиепископии а уже в 9 утра начнем служение здесь на Кловской станции метро Кловская улице Леонида Первомайского 6 это УТОС предприятие общество слепых где мы арендуем помещение вот проходите через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж вот там с 9 утра будет начало нашего собрания вот и конечно мы ну лично я постараюсь сделать трансляцию в общем то потому что ну дело считаю важное очень нужное камера есть будем записывать видео вот но по возможности приезжайте вот и будем рассуждать конечно и о словах Петра вот зачитывая из его послания как раз о преображении из Евангелий вот из жизни Моисея также потому что в своей земной жизни Моисей Машера Бэйну да пророк Моисей учитель Моисей он пережил тоже чудо преображения вот и он когда спустился с горы он не знал об этом даже он просто его казалось ну для чистого все чисто знаете ли он думал все светится вокруг оказывается то он светился вот и а другие люди даже не могли смотреть на него даже и попросили его накрываться платом таким полотенцем будем так говорить да и вот как покрывалом и он покрывался вот это тоже удивительное чудо преображения описывается в Ветхом Завете также с Иисусом на горе преображения был не только Моисей еще и Илья его преображение тоже оно частично описано так знаете вот вскользь так загадочно во время его удивительного восхищения да мы видим что огненная колесница его просто забрала вот мы можем о некоторых других персонажах Библии тоже говорить об их преображении в Новом Завете в православной традиции допустим интересно преображение Серафима Саровского описывается да в беседе с Матавиловым удивительно вот много среди католических святых протестантских святых да авторитетных таких отцов тоже есть эпизоды именно преображающие силы Духа Святаго то есть в разных конфессиях в разных динаминациях да независимо от этого наши религиозные барьеры границы наши теологические всевозможные барьеры богослужебные там значит там культурные религиозные они до неба не доходят и Дух дышит где хочет на самом деле вот он не может быть закрытым знаете ли стенами конфессиональными деноминационными неважно кто-то православный католик протестанты или там иудеи там кто угодно всякий кто призовет имя Господне спасется и действительно Дух дышит Божий где хочет а где он хочет дышать мы знаем из Библии тоже есть разгадки такие подсказки где он хочет дышать на кого он любит дышать это потрясающе размышлять будем об этом завтра мы вот и и сегодня уже молюсь я о предстоящем соборе да во первых конечно благодарим Бога за завершение шаббата этого предсоборного суббота предсоборной этого Господнего дня вот благодарим Бога за начало уже нового дня воскресного дня да догорают субботние свечи и уже начинается новый день мы его называем в русском языке мне очень нравится что он назван так и назван воскресение то есть день посвященный воскресению Христа даже в советское время знаете ли оголтила такой антирелигиозной пропаганды значит там и агитации вот атеистической пропаганды агитации даже ладно бы там антирелигиозной а еще атеистической то же значит то есть против не только религии но против Бога самого да восставала безбожный Советский Союз но 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 слава Богу что у коммунистов не хватило духу изменить название дней недели и так и осталось во всех календарях Советского Союза раз в неделю писалось имя нашего Господа вот воскресение потому что помните да это одно из имен Господа да одно из имен нашего Спасителя это откровение которым я живу уже 16 лет больше чем 16 лет это из Иоанна 11.25 Евангелие от Иоанна Иоханана да оригинально от Иоханана благая весть хорошая добрая весть от Иоханана 11.25 и там говорится что слова Иисуса да записаны Иоанном были я есть им воскресение и жизнь верующий в меня если умрет оживет аминь воскресение и жизнь воскресение и жизнь я говорю воскресение подразумеваю Иисус я говорю Иисус подразумеваю воскресение я говорю жизнь подразумеваю Иисус Я говорю Иисус, подразумеваю жизнь. Воскресение и жизнь. Это имена нашего Господа. Я есмь воскресение и жизнь, Он сказал. И действительно Он таковым и является. Он является воскресением и Он является жизнью. Аллилуйя, слава тебе Господь. И благодарю Бога Всемогущего, что да, я уже выше сказал, что уже более 16 лет с весны, еще до Пасхи, с весны 2003 года живу этим откровением, этим словом, этой, правильно сказать, ремой Божьей. По-гречески, если рема. Откровение. Это откровение сокровенного. Это пережитое. Это то, чем живет человек. Это то, чем движется и то, чем существует он. Это слово, которое становится плотью. Слово, ставшее плотью. Это слово, ставшее действием. Это слово, ставшее и становящееся идеей, мыслью, главной всей жизни человеческой. Это двигатель судьбы человека. Вот. И моя судьба, это вот как раз вот эти слова. Я есмь воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Вот эти два имени, которыми я живу. И я об этом много рассказывал в прошлое, тоже в эфирах. С утренних молитв, с вечерних молитв я редко включаю, делаю эфиры. Вот. Разве что я вот здесь, в Киеве, находясь, имею такую возможность. Вот. В Туле, в России, дома, да, с семьей я не имею такой возможности включаться в эфиры, потому что мы живем в такой очень тесной коммунальной, не коммунальной, как, хрущевской, извиняюсь, квартире трехкомнатной, значит, и у нас шестеро уже взрослых детей, внуки, коты. Вот. Поэтому не получается чисто так вот даже технически выходить в эфир. Надеюсь, что получится вот поздно осенью подключаться через телефон, мобильную связь, поэтому молитесь об этом. Если кто смотрит меня с России, то просто настоятельно рекомендую тоже и молитвенно, и финансово тоже участвовать в служении моем Господу, и вот пополнять мобильные номера этих телефонов, которые указаны там под этими видео. Если вы в Украине, тем паче, тоже два телефона номера обозначены под этими видео. Под каждым видео моим. Вот. А также номера карточек. Это очень важное напоминание такое, потому что, к сожалению, я вот намеревался перед собором напечатать некоторые материалы, распечатать. Вот, значит, именно сборник статей, в частности, посвященной реформации, но, к сожалению, за три месяца у нас на карточке накопилось всего лишь 1300 с небольшим гривен. То есть, это очень мало, это ничтожно мало для печати сборника статей. Это ничто даже, так скажу, к сожалению. Поэтому, да, когда-то 1300 гривен это было много. Да, я помню, в 1997 году, когда я приехал в Украину, то у меня было, сколько, 50 долларов. Мне дали на обменном пункте 100 гривен за эти 50 долларов. Ну, чуть больше там. Ну, 100 долларов, 100 гривен. То есть, тогда гривна, значит, ну, один доллар был 2 гривны с копейками. Вот, тогда это были большие деньги. А сейчас это, как бы, к сожалению, уже это очень мало. Вот, для печати издания, вот, сборника статей, потому что, когда вот мы печатали в 2004 году сборник статей здесь, в Киеве, в конце 2003, в начале 2004 года, печатали сборник, 3000 экземпляров, у нас ушло больше 3000 долларов на это издание тогда. Вот так вот. Так что, судите сами. Вот, молитесь, пожалуйста, молитесь. И кто сейчас в Украине, или имеют родственников, знакомых в Украине, которые могут как-то поспособствовать, значит, в печати, в издании, значит, здесь, в Киеве, есть много разных издательств, но я печатаю обычно без посредников непосредственно, вот, поэтому со скидкой на, как раз, производстве самого непосредственно, вот, не на фирмах, посредниках. И, так вот, поэтому, но и то нужно, как минимум 3000 долларов нужно для 3000 экземпляров. Это самый минимум просто, это самая дешевая бумага и самая простая обложка, без, без ничего, фактически, без дизайна, там, и прочее. Вот, значит, и, друзья, прошу ваших молитв, тем более, что такое, да, и еще, некоторые материалы уже мы переводим украинской мовою, вот, и очень хочу издать на украинском языке, украинской мовой. Потому что сейчас в Украине такое духовное пробуждение большое, но еще не такое большое, как должно быть, но уже набирает обороты еще больше и больше. Последние годы это что-то потрясающее происходит в Украине. И, как правило, одно из таких побочных действий пробуждения или же элементов пробуждения, это пробуждение национального самосознания в народах, племенах. Это один из признаков настоящей реформации, вот, и как было в Германии, допустим, в 16-м столетии, как и в других странах, континентах, так и сейчас в Украине, слава Богу. И многие украинцы сегодня вспоминают свой язык, да, потому что большинство украинцев забыли вообще мову, ридну, значит, и я в 97-м, когда приехал в Киев, то я вообще в Киеве ни разу не слышал украинского языка, вообще не слышал. Вот, сейчас кое-где можно услышать, и то очень редко, честно говоря, очень редко, вот, значит, но уже хоть молодежь начинает как-то размавлять украинской мовой, то есть молитесь тоже, нужно украинском, украиномовное издание такое нужно тоже, сборника статей. То есть на русском языке и на украинском нужны издания. И плюс еще, ну, в дальнейшем и на английском языке нужно будет издание, подобно статьи, сборника статей. Я, кстати, вот, три года назад ушел в вечность, уже больше, чем три года назад, еще в мае, да, получается. Больше уже трех лет назад ушел в вечность Евсевия Стефанопулос, Архимандрит, это удивительный был человек. Вот, в Америке я бывал у них в церкви, бывал у них в гостях, проповедовал там это харизматическое такое православное движение, братство святого Симеона, нового богослова в США и Евсевии, Архимандрит был, собственно, душой этого братства, движения. Сейчас, к сожалению, я не знаю, кто бы продолжил в США это движение, но есть отдельные священники, есть такое даже братство, движение, харизматик Ортудовщерч, харизматическая православная церковь в Сан-Августине, по крайней мере, в Агайо на севере, там, значит, тоже есть, ну, в основном на юге, в основном во Флориде даже. Вот, так что и у нас здесь и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в Грузии, и в Молдове, и в Румынии, в других странах, где наше братство распространяется, обновленческое, реформаторское такое православное братство, движение-то, необходимо на самом деле, вот, сейчас скажу так, да, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, спасибо, 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 кстати, наш епископ Богдан с Румынии тоже мы списывались, и некоторые материалы, некоторые статьи готовят на румынском языке, ну, по крайней мере, в интернете будем публиковать, но и печатный вариант тоже надо будет сделать в Румынии, в Бухаресте, напечатать именно как раз на румынском языке, слава Богу, это очень важно для нашей румынской епархии, бухарестской и румынской епархии, слава тебе Господь, аллилуйя. Для грузинской впоследствии нужно будет и на грузинском языке тоже делать издание, да, с этим тоже столкнулся, потому что даже проповедуя в Грузии, я понимаю, что русскоязычных все меньше и меньше становится, вот, а молодежь вообще в основном англоязычная, вот, и нужны тоже, да, переводы будут. Поэтому молитесь, и друзья, братья, сестры, а вот слова, да, значит, что здесь тоже кто-то написал, что тоже мое любимое местописание, вот, я на это местописание не обращал внимания раньше, ну, как обращал, как и на другие местописания обращал внимание, скажу так, как и на, ну, скажу, сейчас я секундочку накрою здесь, как обращал внимание на другие тексты, порой даже цитировал, проповедовал, Но дело в том, что в 2003 году это слово стало откровением моим, рэмой. Я об этом рассказывал, в принципе, делился уже этим не раз, но еще поделюсь. Слава Богу. Вот, и это произошло вот тогда, в 2003 году, перед Пасхой, когда Господь воскресил мальчика, подростка, этого школьника, которого я сбил. Он был на мотоцикле, я был за рулем автомобиля. Инна, шалом, Сережа, вечер, добрый, аллилуйя. Вот, значит, и Господь его не только воскресил, но и быстро очень исцелил его. То есть в течение 10-15 минут он был полностью исцелен с момента загрузки в скорую помощь. И выгрузки уже в больнице. То есть он был за 10-15 минут был исцелен. Вот, совершенным образом. И вот тогда, уже когда мы возвращались домой в Киев, мы жили тогда в Киеве, там на Харьковсом, то вот это прозвучало. Кстати, вот тоже благоставляю свою семью. У меня есть кружка. Я взял с собой кружку нашу из Киева, стулы. Правда, фотография уже не новая, но все равно приятно очень. Да. Шалом, моя семья. Жена, детки, внуки, коты. И вот с того времени живу я этим откровением, что я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, даже если умрет, оживет. Он есть действительно воскресение и жизнь. И вот на соборе завтра буду говорить о том. Подключайтесь, друзья. Подключайтесь. Я думаю, что будет очень важно ваше участие. Не только в записи потом посмотреть, а, я думаю, важно также и именно в это время присоединяться. У кого слабый интернет или утром не получится, то в молитве. Или будете у себя на служении в церкви. В молитве присоединяйтесь. Хорошо? Хорошо, с 9 утра по киевскому времени присоединяйтесь к этой молитве. Ну, в 6 утра подключайтесь на утреннюю трансляцию. Я буду проводить. А в 9 утра начну трансляцию уже с Кловской в Киеве. Здесь, с собора. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. И главная тема преображения. Да, значит, на Фейсбуке там основная страница моя на 24 часа заблокирована как-то. Ну, к сожалению, там какие-то жалобы были, видимо. Вот, но на дополнительной, хорошо, что у меня есть там дополнительные страницы. Я сделал обновление. Ну, обновил информацию такую. И, кстати, надо на официальной странице тоже сделать обновление. В блоге делаю обновления постоянно тоже. Ну, и здесь стараюсь тоже, значит, писать и какие-то там делать трансляции, видео. Вот, спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо. И темы собора, как вот и в прошлом году, тоже темами эти были. Преображение Господа, во-первых, конечно же, да, Господа Иисуса Христа, Его преображение, преображение Моисея и других персонажей Библии в Ветхом Завете. То есть преображение, это тема как и Ветхого Завета, так и Нового Завета, потому что Бог и вчера, и сегодня, и вовеки, Он тот же самый, абсолютно. Вот, и сила преображения, преображающая сила Духа Святого, она такая же, абсолютно. Вот, во все времена, во все века. Вот, Енох там ходил и все, вот, тоже преображение. Да, Илья вознесся Духом Святым, да, вот таким, в вихре таком, как колесница, но тоже Духом Святым. Удивительная сила преображения Духа Святого. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, также завтра будем говорить о преображении. Опять-таки, если Божий Дух направят в какое русло другое, то, конечно же, наши планы, они, это наши планы. Значит, бывает, корректировка такая, часто. Так вот, преображение каждого верующего, тебя, меня, каждого из нас. Вот, преображение наших семей, наших домов, наших общин, церквей, преображение конфессий, динаминаций и преображение всего тела Господа Иисуса Христа. Преображение сечашнего тела, сечашнего тела Иисуса Христа, который храм Божий, храм святой в Господе. То есть, третьего храма, преображение третьего храма Господнего. Спасибо тебе, Господь. Потому что и храм Божий тоже, и третий храм постигала и постигает та же участь, что и первый, и второй храм. То есть, и деформация, и реформация, и уничтожение, и восстановление. То есть, вот, в истории все повторяется буквально. Вот, но слава Богу, что по милости Господней мы живем в эпоху Великой Реформации. Уже пять столетий продолжается эта эпоха восстановления, возрождения, покаяния, исправления церкви, работа над ошибками. Возрождение. Спасибо тебе, Господь. Воскресение и жизнь. И действительно, верующий в Него, даже если умрет, а живет. И пять столетий назад началась эпоха воскресения и жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю Израиль. Благоставляю Иерусалим. Здесь у меня талисы, талиты, значит, и флаг Израиля. Вот, у меня такой шаббат утешения, молитвы за Израиль, молитвы за Иерусалим. Вот, сегодня тоже причастие. Я совершаю причастие и утром, и вечером. Да бывает и не раз в день, размышляя о теле и крови Господа Иисуса Христа. И завтра присоединяйтесь к молитве, присоединяйтесь онлайн, к такой Евхаристии онлайн, причастию, хлебопреломлению. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. Возьмите себе хлебушка сейчас. Да. Мир на Израиле. Шалом Иерусалим. Аллилуйя. Да. Аминь. Аминь. Вот. Кстати, да. Мне напомнили о поездке в Израиль. Вот. О поездке в Иерусалим. О поездке в Израиль. Вот. Молитесь о Божьем устройстве. Всего. Слава Богу. Вот. И возьмите себе хлебушка. Онлайн причастие. Это самое главное причастие. Это вот оно совершается здесь и здесь. Оно совершается не просто ртом нашим. Да. То, что входит в нас, оно не может нас ни осквернить, ни тем более осветить. А что освещает нас или оскверняет? Да. То, что исходит из нас. А что исходит? Размышления наши. Наше рассуждение. И вот нечестивые помышления, помыслы, да, они оскверняют человека. А благочестивые освещают. Благочестивые действительно нам приносят преображение. Преображающую силу Духа Святаго. И какие размышления сегодня, сейчас важны для нас? Рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. То есть, что благодатью мы спасены и сие не от нас. Это Божий дар. Что на кресте Господь Иисус Христос взял на себя наши немощи и болезни. И ранами его мы исцелены. Об этом рассуждаем, об этом размышляем. Это и есть сегодня наше хлебопреломление. И причастие, это не качество вина или хлеба. Это качество нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже Всебогущий. Благодарю Тебя за завершение субботнего дня. Начало новой недели. Начало трудовой недели. И благодарю Тебя, что наша трудовая неделя начинается с богослужения. В церкви, в собрании церковного. Начинается с хлебопреломления, Евхаристия. Начинается с, действительно, преображенского этого собора у нас здесь в Киеве. Спасибо Тебе, Господь, что Ты усмотрел мне быть в Киеве, в Украине, Господь, эти дни, Боже. Благослови всех братьев. Собери всех на завтрак, Господь Божий, в собор Духа Святаго. Аллилуйя. В преображающей силе Духа Святаго Твоего. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, сущий на небесах, Бог Святой, мой Папочка Небесный. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой. Господь мой, брат мой, брат мой, друг мой, Иискупитель мой, Целитель мой, Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твою, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Благодарю, Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе и хвала. Благодарю, Благодарю Тебя, Господь, за благословен Бог наш, Царь всей вселенной, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь, за лозу небесную. О, великий виноградарь, Ава, Отче, Папочка, Папа, благодарю Тебя за великую лозу небесную Твою. Сына Твоего, Господа, Агнца Твоего, Ишуа Машиаха, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. И за хлеб жизни благодарю Тебя, Господь. Хлеб жизни. За хлеб земной благодарю Тебя, а наипаче за хлеб небесный. Сошедший с небес. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благословен Ты, Царь всей вселенной. Благословен Ты, Господь наш. Хлеб жизни. Лоза небесная. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе. Тело Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Примите. Ядите. Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. За тело и кровь Твои. Благодарю Тебя за то, что ранами Твоими я исцелен. Милостью прощен, благодатью исцелен, спасен, благословлен. Через кровь великую, агнца, святого Твоего. Кровь. Агнца, кровь. Спасибо Тебе, Господь, за Иисуса. За кровь святую. За жизнь вечную. Дар Твой во Христе и Иисусе для каждого верующего. Ибо всякий, кто призовет имя Господне Твое, Господне имя спасется. Аллилуйя. Воскресение и жизнь. Аминь. Аминь. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Воскресение. Жизнь. Аллилуйя. Лехаем за жизнь. Мы говорим воскресение. Подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус. Подразумеваем воскресение. Мы говорим жизнь. Подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус. Подразумеваем жизнь. И жизнь с избытком. Воскресение и жизнь. Аминь. 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 Спасибо, Господи. Спасибо. Аминь. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, мой брат. Благодарю, утешитель. За все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывается всеми нами. Аминь. 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 Воскресение и жизнь. Аминь. Аминь. Благоставляю вас, друзья, братья, сестры, всех святых и верных, всех детей Божьих. Благоставляю. Братьев, сестер. Благоставляю свой дом, свою супругу сейчас благоставляю, Инну Сергеевну. Благоставляю детишек наших. Благоставляю дом наш во имя Господне. Благоставляю Израиль. Благоставляю Иерусалим. Иерусалим. Шаббат. Шалом. Шалом Иерусалим. Аллилуйя. Аминь. Шалом. 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 Иерусалим. Шалом. Шалом. Шалу-шалом. Иерусалим. Шаббат. Шалом. Завершается шаббат. И поем мы всем шалом. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Иерусалим. 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 Иерусалим.